Стоял видеомагнитофон достаточно Ну, как бы сейчас сказали Продвинутые модели С аудиодаббингом В этом Магнитофоне Была кассета На которую накладывался Мой голос И копия изображения с оригинала Потом Фонограмма И мой голос переносились На оригинал И с этого оригинала начиналась запись Вот и все Все происходило в домашних условиях Потом приезжали люди Они забирали у меня оригинал С которого я переводил И кассету Копию уже с моим голосом И дальше они уже технически приводили Все к тому знаменателю Который им был нужен И потом кассеты появлялись в продаже И шла эта война десятилетия Но решающее сражение состоится не в будущем Оно состоится здесь В настоящее время Это был очень выгодный бизнес Очень выгодный И потом началась Вот уже где-то вторая половина 90-х Я думаю Это был золотой век видеопиратства Когда в Москве Я не знаю Вы слышали об этом или нет Появилась легендарная горбушка Это в филях Дом культуры имени Горбунова В субботу и воскресенье Там был видеорынок К тому времени Уже время кустарей-одиночек прошло И этим занимались люди У которых были свои видеостудии Где стояло 150-200 видеомагнитофонов Специальная аппаратура для ускорения записи И вот эти люди выходили на горбушку Приезжало большое количество людей Из других городов Из Новосибирска Из Кемерово, предположим И они брали все наборами А после этого они приезжали к себе в Новосибирск И начинали, в свою очередь, все это террорировать Один из людей, который этим занимался по-крупному Он мне как-то сказал, что неудачные выделились Суббота и воскресенье 37 тысяч долларов всего Это по тем временам По тем временам, когда можно было Я думаю, тысяч за 20, за 25 Можно было купить трехкомнатную квартиру Не самую там огромную Но можно было Например, один американский фильм Я не буду называть его Не имеет это значения Его украли прямо в Голливуде С монтажного стола И, как вы понимаете Без граждан Соединенных Штатов в Америке Это обойтись не могло Это кто-то за какую-то сумму наличную Продал Все это привезли сюда И в России И как тогда это называлось СНГ Люди увидели это первыми Раньше американцев Это был поток Самолет Из Нью-Йорка, из Лос-Анджелеса Там как-то Приморье И с пересадкой Он прибывал в Москву В пятницу Надо было в пятницу перевести Сделать вот эти программы Которые продавались Потому что если ты опаздывал Со своим материалом В воскресенье Это никому уже нужно не было В 91-м умерла мама И для меня все остальное Не имело никакого значения Однако Я подошел к десантникам Которые Ну где-то они там Несли Якобы службу Я спросил А патроны у вас есть? Они сказали Нет, патронов у нас нет Что это за переворот Когда самым якобы Боеспособным частям Армии не выдают патроны Так что у меня большие сомнения По поводу того Что случилось С этим ГКЧП Потому что Я думаю это были люди Может быть искренние Абсолютно Идеалисты Которых спровоцировали И они выступили Выступили Абсолютно Неорганизованно Неподготовленно Для этого Посмотреть надо Историю других Путчей Когда например В 73-м году В сентябре В Чили Там люди сразу Подтвердили серьезность Серьезность своих намерений Они стреляли на поражение И президентский дворец Разнесли Я уж там не помню Что использовали То ли штурмовики То ли истребители Бомбардировщики Но в пух и прах И никого не волновала Особенно судьба Законного президента Ну я уж не буду Говорить о роли Человека Которому я не испытывал Никакого уважения И ничего остального Как Михаил Горбачев Я прекращаю Свою деятельность На посту президента СССР У милиции Они вообще Старались ни во что не соваться И я их тоже понимаю Потому что в свое время Человек Который сейчас занимает Очень высокий чин В системе охраны Правопорядка Он тогда занимал Другой чин Я его знал С той поры И я ему задал Какой-то вопрос Он говорит Что я могу сделать У меня в отделении Три пистолета Все остальное оружие Изъяли Чтобы мы не свергли Ельцина Это был ужас Людей выкидывали на улицу Людей забирали квартиры У людей сгорали сбережения Я ничего хорошего Не могу сказать Об этом В историческом отрезке Может быть Мальчики и девочки Которым был тогда По пятнадцать лет По шестнадцать Но молодость Есть молодость Я был к тому времени Уже взрослым человек Я все привык Я сначала думал Потом действовал Я старался По мере моих скромных возможностей Анализировать Происходящее И я совершенно четко понимал Что будет только хуже Я был признан Службой эмиграции И натурализации Соединенных Штатов Вместе со своими родителями Политическим беженцем И Ну у нас семья В общем Мать была Хрифтом Развоночником Семьи И даже в своей смерти Она нам С отцом Оказала Неоценимую услугу То есть Это было проявление любви Я тогда понял для себя Раз она всегда Дальше нет Не надо Не надо уезжать И я сегодня Совершенно четко понимаю Что я взял правильно Мне мог говорить У тебя бы была Другая жизнь Правильно Это была бы Какая-то другая жизнь Но я очень доволен Своей жизнью Как она сложилась Леонид Спасибо большое Что пришли Спасибо, что позвали Рад вас видеть Взаимно И я по тому времени Все, что иностранное Приходило в Москву Приходило практически все Я все это переводил И я В общем Очень любил кино И мой жизненный принцип Был всегда Я хочу заниматься Только тем, что мне нравится У меня были короткие периоды Очень короткие периоды В жизни Когда мне надо было Просто зарабатывать деньги Я занимался тем Что мне не нравилось Но очень недолго Начали Парабан Пиксер Представляет Я был на пляже В Ялте И что-то я у кого-то спросил Мы разговаривали И вдруг Он сказал Мне говорит Слушай А ты не переводишь Эти фильмы? Я даже не понял Что он меня спрашивает А потом уже Да Это происходило Но я не знаю Мне как-то Я не люблю Я понимаю Человек тебе говорит Слушай А мне твои переводы Очень нравятся Давай я тебе руку пожму Все нормально А вот Ну скажи Скажи А как А это вот Прищепка на носу есть Ну хочется развернуться Дать один раз Чтобы он заткнулся И все Ну этого нельзя себе позволять Естественно Я себе это никогда не позволял Поэтому мне вот Это вот Общественное Внимание Это я с иронией говорю Ну Мне как-то Не очень Это нравится Король футбола Пеле На самом деле Мой рекорд Это на одном из кинофестивалей Фильм Это Пеле О знаменитом футболисте Он к вам ушел Часть 10 Я перевел 15 сеансов Из них Последние 3-4 Уже я Не приходил в сознание Я так переводил Переводил себе Не очень понимаю Что я делаю Пеле Милгол Пеле Когда ты переводишь С первого раза Ты сам себе Заглушаешь То, что ты должен Переводить Ты многому научился Молодой Скайуокер Есть фильмы Ты одну фразу Пропускаешь В начале Одну фразу Ты пропускаешь В начале Ее спокойно Можно пропустить Потому что Она звучит В разговоре По телефону Все Непонятно Чем кончится Game over Game over Сейчас все говорят Будет девальвать Или нет Одна фраза От вас зависит Не будет Ситуация была Понятна В 98 Когда всю страну Кинули Дефолт Занимит Ну это кидок был Чистой воды Кидок Не надо Нам не рассказывать Про то Про сё Все люди Которые Это организовали К сожалению У народа Я думаю Любовь Память короткая И когда начинаешь А вот ты А вот Да Я чё-то не помню А тебя кинули Тебя в карман залез Это был Простите меня Разгул Бандитизма Я лично Помогал Одному своему Другу Этих бандитов Отгонять Не сам лично У меня просто Были и есть Друзья Которые Ну Скажем так Вопросы закрывались К счастью Там это было Один-два раза Вот Каждый дом Занимался своим делом Эти люди Занимались своим делом Я переводил Вот Я не Я жил какой-то Своей жизнью Я жил Там Друзья Какие-то Поездки Человеческая память Она избирательна В хорошем смысле Мы же помним Только хорошее Если бы мы Встреминали только плохое Мы все бы были Психиатрических лечебниц Но если оценивать Объективно Страна катилась В пропасть Действительно Я опять говорю Я могу говорить Только о своей стране Я говорю о России Тогда сериалы Они были совсем В другом смысле Обычный сериал Это был Законченный эпизод То есть там Например Полиция Майами Одел нравов Хороший был Очень сериал Но Каждой Практически Каждая серия Она была Законченный сюжет Иногда Это растягивалось На две серии На два эпизода А то Что происходит Сейчас Это я считаю Колоссальное Счастье Для нас Зрителей Потому что Если мне сегодня Молодой человек Говорит Мне скучно Ну так ты дурак Значит Тебе лечиться надо Потому что Как может быть Скучно Когда Сериалы Любые Хоть французский Налет Хоть американский Рейд Донован От На колесах Сопрано Это сейчас Никакого времени Не хватит Начать их Перечислять Книги Любые Ну сейчас Состояние Перевода Фильма В Российской Федерации Оно чудовищное Оно ужасающе Просто К власти Пришли Мальчики И девочки Со светлыми И пустыми Глазами Которые Ничего Не знают Слово Ничего Я бы с удовольствием Заменил на Более крепкие Матерные слова Но я понимаю Что этого делать Нельзя Не надо ругаться Вообще В принципе Надо стараться Терминатор Нет такого слова Это придуманное слово То самое Как выступает Один из ведущих Министров Российской Федерации Говорит Они ведут себя Аррогантно Ты закончил Московский государственный Союз Международных отношений В русском языке Нет слова Аррогантно В русском языке Нет слова Толерантность Аррогантно Это нагло А Толерантно В русском языке Есть прекрасное слово Терпимость Поэтому я считаю Что терминатор Такого слова В русском языке Значит Это киборг Убийца Я всегда любил кино Потом я вам хочу сказать Что это для вас Все началось с видео А для людей Постарше В Москве Существовала Так называемая Система закрытых просмотров Какие-то государственные Учреждения Которые имели Достаточно мощных Руководителей Для своих сотрудников Для своего начальства Заказывали В так называемом Особом отделе Госкино Фильмы для просмотра Люди Мощные Могли заказать Крестного отца Сделать это Что я прошел Ты приходишь В мой дом И просишь О справедливости Просишь Об убийстве Люди Менее мощные Заказывали Фильмы Которые Через полгода Выходили в прокат Но они Их смотрели В полной уверенности Что они смотрят То, что никто Больше убедить Не может В КГБ Поначалу Первое уголовное дело По видео Следствие началось В мае 80-е В мае 80-е Меня вызвали В комитет Государственные И что я могу сказать Абсолютно Вежливые Корректные Воспитанные Люди Там Да голосом Меня никто Не повысил И мне Это моя версия Как люди Решили Что Это масштабная Исологическая диверсия Но когда В течение Буквально Очень короткого Времени Они поняли Что это Это заработка денег Прилили Очень Хорошие Деньги Можно было Заработать Они все Это спихнули На БХСС На милицию И так далее И так далее Ну а там Люди Проявляли Излишнее рвение Ну Опять же Там пытались Испугать И Ну все Все зависло С одного Ты боишься Или нет Если ты знаешь Что происходит И ты себя четко Отдаешь в этом Отчет Нечего бояться Потому что Все эти Рассказы О Произволе И так далее И так далее Они Частично верны Но это надо Чтобы человека Начать ломать Серьез Это надо было Получить санкцию На таком верху Что ее Что ее давали В редчайших случаях Поэтому я могу Сказать Что Я всем задавал Тот же вопрос Переводить мне Можно или нет Они не знали А раз они не знали Раз статьи В уголовном кодексе Не было Значит Это можно было Пиратство В виде Убил интернет Потому что Например Если ко мне Сегодня Придет какой-то Недалекий Предприниматель И скажет А не Переведете ли вы Вот этот фильм Я его переведу Конечно Он мне заплатит Определенные деньги Как только он продаст Один экземпляр Этого фильма Перевод сразу Пойдет в интернет Вот и все Вот и смерть Пиратства Никакие Разведки Контрразведки Спецподразделения Комитеты Они с этим Не могли справиться С этим справился Прогресс Субтитры создавал DimaTorzok